итак друзья доброе утро или доброе время суток тогда когда вы смотрите меня и с вами снова я михаил шилов автор проектов 3w budushin.ru 3w budublog.ru и 3w makivar.ru сегодняшний вот данный видеоподкаст это продолжение видеоподкаста из серии подкаста за рулем где я записал видео про я вару о том как она является самым оптимальным оружием карманным которые можно с собой носить я сравниваю между собой кастет я вару вот и остановились мы наявали я как оставился на его и вот а теперь я хочу продолжить то что не вошло предыдущий подкаст я расскажу о том почему еще и лара является вообще великолепной вещью которые с собой хорошо таскать в кармане в качестве прикладного наружи и это уже касаться не будет того что она является непосредственно самим оружием кабудо а больше это связано с тем что она является прекрасным тренажером для пальцев великолепным есть у меня видео курс методика целая значит по развитию пальцев и кисти там огромный раздел посвящен именно работе нотаторской методики моей с я варой вот и этой методикой пользуются очень многие уже профессионалы спортсмены именно файтеры ударники основном ну и борцы тоже это наши чемпионы это мастера спорта это спортсмены разного класса ну и любители разумеется пользуются тоже уже я дело подсадил тысячи людей но есть я вару с собой таскают на качестве тренажера тысячи людей о том что это за методикой и с такой прочей я этого касаться не буду я ссылку просто в видео дам или под видео в аннотации а вообще я хочу просто пояснить что с собой и вару можно очень легко таскать вообще постоянно в руках то есть она не вызывает опасений как я говорил это предыдущем уже подкасте на на вот эту тему вот и поэтому у вас получается а в руках находится всегда оружие на всякий случай даже толпе на не вызывает опасений или таких местах общественных как аэропорт вы носите в руках и разминаете пальцы не просто разминаете можно очень хорошо в дизометрическом режиме тренировать все сухожилия то есть укреплять сухожилие и если даже ваши пальцы очень хорошо развиты то есть занимайтесь армлифтом или пауэрлифтингом борьбой гимнастикой спортивной все равно это дело не помешает дело в том что чемпионы армлифта мне говорили что совсем по-другому рука себя начинает ощущать как только начинаешь заниматься по этой методике с палочкой опять методики коснулся суть не в этом даже если вы не владеете методикой никакой вы просто эту палочку можете сжимать между пальцами таким образом нажимать на край пан то есть пройти обжимать палочку со всех сторон и фиксироваться где-то на 70 секунд и это будет изометрический режим работы я не буду сейчас останавливаться на том что такое изометрический режим работы это вы можете в яндексе набрать изометр и гимнастика заса то есть александра заса там по этой теме вообще замечательно все написано вот и можете применять я на том застрите хотел ваше внимание что удобно очень абсолютно безопасно а вот ударником это просто вообще незаменимо вот понимаете если человек занимается ударными видами спорта у него постоянно происходит ну в основном же кулаком бьют во всех видах спорта или есть даже кисть там удар наносит открытой ребром ладони то от ударов происходит всегда компрессия в суставах от мелких которые им формируют саму кисть и эти блокады компрессионные вот эти все эти моменты их надо убирать способов то много существует можно массаж рук делать да с разминку гимнастику специальную да регистрирую вот можно шары крутить китайские такие все это несколько вычурно да то есть если вы находитесь на публике или кабинете за столом сидите у вас там совещание там я условно говорю то есть если комплекс у вас нет проблем никаких но может смущать других людей может если вы начинаете кисти разминать просто начали разминать пальцы ломать там все такое прочее нет вообще не любят этого дела а там кто-то пальцем щелкает и все такое вот так вот убираются все компрессионные моменты и в связи с этим сохраняется хорошая динамика кровообращения до питания рук и полностью сохраняется функциональность и подвижность кисти это очень важно вот что касается борцов да принципе то же самое а когда дело в том что в борьбе постоянно идет работа на сжимание не идет работа на разжимание и в связи с этим возникает диспропорции развития мышц в итоге сухожилия постоянно работающих мышц они становятся короче и в итоге пальцы становятся тугоподвижные то есть они вроде как и подвижны нормально пока молодой человек а вот уже постарше к становится они начинают немножко двигаться хуже почему потому что сухожилия сгибатели пальцев они короче да становится и толще а разгибатели нет и возникает декомпенсация пальцы стремятся согнуться ну вы прекрасно понимаете например когда там сильно покачайте бицепс да и он у вас там болит там через два дня рука стремится согнуться до чтобы не было больно да и растягиваете когда-то разгибаете полностью чувствуете что бицепс побаливает а если это постоянно происходит на кисти захват идет боли уже не чувствуется со временем но сути дела это не меняем одни мышцы развиваются другие нет это диспропорция а диспропорция она всегда поражает порождает неправильный динамический статический стереотип и все а любая такая вот диспропорция она ведет со временем когда человек становится старше к различного рода деструктивным изменениям и и потере функций это может раньше произойти гораздо чем когда человек становится уже пожилым вот и чтобы этого не происходило нужно развивать все мышцы так вот своевары можно развивать абсолютно все мышцы которые только есть и разгибатели и изгибатели все причем это делается по ходе вот а хочу на это становится дополнительно это важно очень что делая вот эти упражнения с яварой и нужно выделять для этого будет времени специально занялся упражнениями сил достал перевару и вот начал делать не нет все делается чуть ли не на горшке в туалете да ванной не знаю там сидя за столом перед телевизором когда вы читаете когда вы одной рукой ты кричите в телефоне другой его руки больше того это очень хорошо вырабатывает координацию до дополнительную работу там одной рукой не надо перекладывать его раз там от положил другой рукой жал там было одной рукой перехватываете и ваши руки станутся ловкими в общем короче говоря одни плюсы минусов никаких так что вот используйте явару это прекрасная вещь носите с собой это прекрасный тренажер для пальцев и кистей рук это профилактический тренажер для профилактики всяких компрессий и контрактур но за сложнее всяких специальных профессиональных спортивных заболеваний кисти вот а также это всегда и но имеющийся значит у вас оружие не кабудо не вызывающие никаких нареканий не со стороны правоохранительных органов не порицание со стороны там общественности так что выбор его ра удачи и 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